Всем привет! Меня зовут Максим и вы на канале Titans Volleyball. Я нахожусь в курортном солнечном городе Сочи. Море, песок, солнце, пляжный волейбол. Что может быть лучше? Сегодня я вам расскажу, где можно поиграть, потренироваться в городе Сочи в пляжный волейбол. Познакомлю вас с крутым тренером и сегодня мы посмотрим, как тренируется молодежная сборная России по пляжному волейболу. Все, погнали. Кирюх, здорово! Здорово! Как дела? Отлично! Ну рассказывай, что у вас здесь? У нас здесь свяжного волейбол у нас здесь. Здесь главная арена, площадка от отеля спорт-ин. А что за отель спорт-ин? Это спортивный какой-то отель для спортсменов? Да, он был построен в 2014 году. Его старительством занимался офицер Российской Федерации волейбола под руководством Патрушева. И отель это специально для волейбола. Сюда приезжает сборная Россия по пляжному волейболу, тренироваться частенько. И многие профессионалы пляжного волейбола сюда приезжают. Недавно здесь были сборы у Динамо Москвы, женской команды. А вот я, как обычно, любитель волейбола, приехал в Сочи отдохнуть. А могу ли я здесь потренироваться как-нибудь? Да, конечно. Здесь можно даже свободные часы давать в главную арену. А есть площадки обычные? Ну мы обязательно туда сходим, да, посмотрим их еще? Да, конечно. А ты сам тренируешь, да, ребят? Я, да. Я тренирую ребят здесь на территории отеля спорт-ин. Сам тоже играю, участвую в этапах России. В прошлом сезоне играл. И в этом сезоне, может быть, планирую участвовать. Вот. Еще мы с ребятами открываем кэмп в августе на этой же территории в городе Сочи. С 13 августа у нас будет смена. Приезжайте. Ну все. В общем, ребят, те, кто хочет поучаствовать в кэмпе, все ссылки на Кирилла я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь, пишите ему, узнавайте. Бронируйте номера в отеле. Если хотите поиграть в качественный пляжный волейбол, песочек, вы посмотрите, какой просто здесь песочек. Я на самом деле никогда на таком еще не играл. В общем, как и сказал, все ссылки на Кирилла в описании. Пишите, звоните, заказывайте номера. Мы пойдем смотреть дальше, какие здесь еще площадки и сетки. Все, увидимся. Так, это что за поле? Это футбольное поле. Здесь тоже, кстати, можно арендовать. Здесь будет футбольное поле, все огорожено будет, ворота будут стоять. Здесь зеленое поле для мини-футбола. Зеленое поле для мини-футбола. Вот недавно построили, этой зимой прям. Вот здесь сейчас строится тоже отель. Еще корпус стоит? Да, здесь отель. А это основной, да, корпус? А это ФОК. Это абсолютно физкультурно-отнравительный комплекс. Здесь бассейн, тренажерный зал, спа. Здесь люди отдыхают. Нет, летают мне руки. Здесь очень красиво. Ну, здорово. Вот здесь то еще. Рядом море прям. Мы считай, находимся на дорогой линии и буквально потренировался. И через 50 метров, вот я море, пожалуйста, купайся, отдыхай, загорай, пей, напить, все что угодно. А цены как в этом отеле? Цены в этом отеле, как в других, в принципе. Ну, сильно они отличаются, да? Ну, нет, но чуть-чуть наценка есть. Но в основном, как и везде. Ну, в основном здесь отдыхают люди, которые занимаются спортом, как бы спортивный образ жизни, да? Да, спортивный отель. Здесь отдыхает много людей. Во-первых, много сборников отдыхает. Во-вторых, приезжают люди вон с кемпов. Вот сейчас проводится кемп, кстати. А Русволи к вам не ездил сюда? Русволи нет. Здесь проводят один панер. Скажу про чувака, про пиариум. Антон Семикелин, вот тренирует свой кемп. Вот проводит свой кемп. Здесь тренировка идет? Да, ребята уже тренируются. А это любители? Да, любители. Вот эти корты уже можно снимать в аренду. А сколько аренда карта стоит? Аренда стоит вообще пол-3000 рублей в час. Пол-3000 рублей в час – это открытая цена аренды. Но можно... Может, в принципе, подешевле. Привет, Тон. Они заканчивают уже? Нет, они тренируются. Они в самом разгаре. А это женская, да, группа? Да, это женская группа. Они у техники пытаются тренируются. А пойдем на ту площадку посмотрим. Так, это вот одна площадка. А, тут четыре площадки, да? Да, четыре площадки здесь. Кстати, на этой площадке песок более крупной фракции. Ну, только желтый песок. Из-за этого кажется, что он более сложный. Здесь очень тяжело играть. А здесь белый, да, песок? Да, здесь тоже белый песок. Ну как, они... Псок одинаковый. Что белый, что желтый. Просто фракция разная. А что значит фракция? Объясни для тех, кто любитель. Фракция... Это размер песчинок. А это зависит, да, от прыжка или как? От толчка, да? Конечно, конечно. Все это зависит. На белом песке чуть полегче играть. Вот. Там... Ты играешь, как бы, и... Во-первых, не сильно как-то встает. Белый песок там легкий, вот. Вот там такая мелкая фракция такая. Мелкая-мелкая-мелкая фракция. На ней легче играть намного. Ноги не вязнут сильно. Угу. А вот там желтый песок, там крупная фракция. Вещитки более крупнее. И вот там ноги очень сильно вязнут. И физика ставится моментально. Тут, может, сейчас там попробовать, походи вот на этом песке. Вот тут один из самых такой жестких песков России вообще. Ребят, ну вы посмотрите, какая красота просто. Ребята, которые тренируются в больших городах, где очень много движения, инфраструктуры. Приезжайте в город Сочи. Посмотрите, просто прекрасно все. Супер. Здорово, пацаны. Как дела? Здорово. Ирюха. Что, тренить будем сегодня? Мы постараемся, мы постараемся. Пацаны, чемпионы России по своему возрасту. Серьезно? По какому возрасту? Да. Ну, мы... Это было... Ну, последний наш возраст доиграли, да, мы чемпионы России. В 18-м году. Классно. А так на будущее? На чемпионат мира? Конечно, конечно, готовимся. Только его отменили из-за коронавируса. У вас две тренировки в день, да? Одна с утра, а вторая вот сейчас вечером. Да, иногда бывает три еще, качалочка. А диету соблюдаете? У вас есть диетолог как-нибудь, что-нибудь такое, нет? Ну, мы в целом придерживаемся, конечно. Правильно. Что там с алкоголем, как у нас? С алкоголем как дела обстоят? Никак, мы не можем. Красавчики. Все правильно. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Роман. Я главный тренер волейбольного клуба «Спорт-Ин». Мы находимся на нашем главном корте. Сейчас у нас проходит тренировка. Ребята готовятся к отбору на Европу-20. Ну, скажем, пандемия немножко сбила все наши планы. Но на самом деле я доволен тем, что ребята поддерживали свою форму все-таки во время пандемии. Площадки действительно самые лучшие. Почему? Потому что они сертифицированы под эти соревнования. Были сделаны изначально, запланированы под такой уровень соревнований. Поэтому, конечно, ничего тут удивительного нет. Что касается доступа и возможности доступа к этим площадкам. Ну, в принципе, на коммерческой основе это доступная услуга. Пожалуйста, у нас есть любители, которые приезжают из всех городов. У нас есть сообщество «Спорт-Ин волей». Вступайте в него. Да, ссылочку обязательно мы вставим. Обязательно я вам дам ссылку. Вот. И можно подписаться и иметь эту скидку по сообществу на эти города. Да. То есть, ребята, кто хочет, любители, приехать, отдохнуть в Сочи, поиграть в качественный волейбол на очень классной площадке, то просим сюда. Все ссылки на гостиницу, на эти площадки, на всех ребят обязательно будет в описании под видео. Скажите еще, вот ребята перспективные тренируются, которые… Ну да, две пары. Пары, которые у нас сейчас подписаны… То есть, они на контракте, да? Они на контрактах, да. Все четверо. Значит, одна пара уже дала результат. Вообще обе пары они с результатами. То есть, это обе пары чемпионы России по своим возрастам. Вот. Обе пары обладатели Кубка России молодежного по своим возрастам. 18-го, 19-го года. То есть, это и результаты не вчерашние. В прошлом году одна пара стала бронзовыми призерами на первенстве Европы до 18 лет в Австрии. Вот. Они, кстати, на этих кортах готовились перед вылетом буквально. Что касается второй пары. Перспективные ребята. Сейчас был отбор зимой. У нас предварительный отбор. Не окончательно, а предварительный был сбор сборной России молодежной до 18 лет на Европу. Ну, наша пара показала лучший результат. Отбор длился 14 дней. То есть, просматривали игроков 14 дней. И на протяжении 14 дней главный тренер тестировал. Как каждого. Было 12 пар приглашено. Из 12 мы практически не проиграли никому. Ну, здорово. Все, спасибо. Удачи. Все. Время. Все. Все. Мать. Все. Все. Время. Мать. Время. Все. Время. Это мяча не дотянулся. Там у нас море и здесь парни играют в волейбол. Бум, хорош! Бар на улице. Привет. Тоже приехал на кэмп. Да. Что, тяжело? Или хорошо? Первый день просто подышаться надо. Угу. 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 Все, ладно, парни. Спасибо вам, Макс. Счастливо. Все, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok